Марио Лемье и Сидни Кросби. Его призы. Лучший новичок НХЛ. Лучший бомбардир НХЛ. Самый полезный игрок плей-офф. Ну и конечно же, кубок Стэнли. Центрофорвард Питтсбург Пингвинс и сборная России. Хоккеист Евгений Малкин. Ведущие программы Мария Командная и Катерина Кирилльчева. Я с самого начала дала маху на этой программе, потому что Женя запачкал своей помадой. Ну, надеюсь, этого не увидит никто. Никто не будет ревновать? Надеюсь, нет. Нас в первую очередь волнует то, как ты себя сейчас чувствуешь. Была тяжелая, к сожалению, травма такая. Немножко, наверное, неудачно упал мне сзади на ногу защитник. Но, в принципе, сейчас все хорошо, восстановился уже. И нога не беспокоит, и это самое главное. 5 февраля 2011 года Евгений Малкин в столкновении с защитником Баффало Сейбер Стайлером Майерсом получил, возможно, самую страшную травму для любого профессионального спортсмена. Разрыв крестообразных связок колена нередко ставит под сомнение саму возможность продолжать карьеру, что говорит о возвращении на прежний уровень. Однако, вернувшись на лед к началу нового регулярного сезона, Евгений Малкин играет, как ни в чем не бывало. В 18 матчах он забросил 9 шайб, отдал 14 результативных передач и записал 23 очка на свой счет. В нескольких играх врачи не разрешали Малкину выходить на лед, чтобы не перегружать колено. Но, тем не менее, к концу первой четверти текущего сезона российский форвард демонстрирует хорошую форму. Малкин отметился двумя шайбами и двумя передачами в недавних играх против Оттавы и Монреаля. В этой ситуации особенно интересно, как проходили долгие дни восстановления и откуда бралось желание, за счет которого центр форвард сборной России столь скоро вышел на свой привычный уровень. Вообще, бывают в хоккее травмы страшнее, чем ту, которую ты получил в матче против Баффало Сейберс? Ну, это была для меня самая тяжелая травма, и я не знаю, какие бывают еще сложнее. Ну, наверное, все-таки сотрясение какое-нибудь там. Это, в принципе, голова – это самая важная, наверное, часть тела у человека, поэтому голову надо, конечно, беречь. Даже если сломаешь мизинец, уже неприятно, наверное. В принципе, если когда ты профессиональный спортсмен, и тебе это тормозит в твоей карьере, и тормозит, и мешает в дальнейшем играть, то это, конечно, очень неприятно. Вообще, насколько больно было? Прямо до слез было больно? Первую неделю, когда нога как бы атрофировала здесь мышцы, я не чувствовал мышцы, и нога не сгибалась, не разгибалась, и было очень больно, да. Сложнее было физически или психологически все-таки пройти восстановление, как ты считаешь? Ну, наверное, психологически, потому что когда я получил травму, и мне уже сказали, придется делать операцию, вот этот самый был тяжелый момент, конечно, подсознать, что я первый раз в жизни не буду помогать. В команде играть в плей-офф, бороться за кубок, за медаль, пропущу чемпионат мира, и если там Питтбург вылетел бы в первом-втором раунде. Вот это было первое тяжело, а потом, когда прошла операция, и там уже, в принципе, началась работа, немножко так отвлекло это, и начал закачивать ногу, сконцентрировался на ноге. Жень, совсем недавно один из наших корреспондентов был в Краснодаре. Там он снимал родителей баскетболиста Тимофея Мозгова. Они рассказали такую любопытную историю, что когда в детстве у него была сложная операция, он довольно долгое время не мог выходить на баскетбольную площадку. Ему было настолько обидно, что он даже спал с баскетбольным мячом. Вот у тебя было нечто похожее в жизни? Маша, ты хочешь спросить, уже не спал ли он с клюшкой? Нет, честно я вам скажу, что у моей родителей, я, конечно, этого не помню, что когда я был маленький, я спал с клюшкой. А сейчас? Нет, сейчас я вырос из этого. С клюшками я не спал, с мячами тоже, но работал из того, что я серьезно. Разумеется, основная масса времени у тебя уходила на восстановительные всякие мероприятия, на тренажерку, но у тебя наверняка было очень много свободного времени. Так как в первые месяцы я вообще ходил, в принципе, на костылях, мне, в принципе, врачи говорили, чем меньше ходишь, тем лучше, и я тупо, ну, просто без ней лечил, наверное, дома. Я лежал на диване, я не знаю, лазил в интернете, ну, и смотрел фильмы, я пересмотрел все серии универа, все серии реальных пацанов мне привезли, и поэтому я целыми днями смотрел телевизор, конечно, хоккей смотрел, там, спортивный канал, американские какие-то, ну, и русские фильмы тоже не забывал. Пермские реальные пацаны похожи на магнитогорских? Ну, я думаю, не только на магнитогорских, и на челябинских, наверное, и на... Работовских, да, это, в принципе, все из нашей жизни, из какой-то глубинки, может. Жень, привет! Ну, что сказать, благодаря волшебному миру телевидения наконец-то появилась такая возможность, хотя бы через камеру, мне передать тебе привет, сказать, что я уважаю очень то, чем ты занимаешься, а я считаю хоккей самой динамичной мужской харизматичной игрой. Очень приятно, что у нас с тобой много общего, и ты, и я родились на Урале, и в магнитогорске, то есть это западный, вернее, южный Урал, а я в Перми, это западный Урал. А теперь вот так можно через телемост попить друг с другом чайку. Очень рад, что твоя карьера развивается. Так ты видишь, можешь наблюдать, я тоже защищаю наши пацанские движения уральские. Пингвин из Питтсбурга, повезло же вам, черт побери, что Женя Малкин играет, защищает ваши цвета. Веселое кино, много позитивного там и, конечно, много веселых шуток Поэтому я не брал там какие-то моменты, которые, конечно, печальные в нашей современной жизни Просто смотрел и веселился Ты рассказывал, да, что во время восстановления тебе очень часто снился хоккей Вот что конкретно тебе снилось? Я не знаю, то, что ты забивал шайбу в ворота Тима Томаса, применял какой-нибудь силовой прием Или тебе на грудь вешали олимпийскую медаль? Ну, к сожалению, такого еще не снилось, что вешали медаль на грудь олимпийскую Было бы здорово, наверное, увидеть хотя бы во сне это Но надеюсь, мы и выиграем В основном снится, как я там приезжаю на стадион, как я захожу в раздевалку Такие бытовые моменты Отсюда поподробнее Ну, связанные, что я захожу в раздевалку, там, одеваю форму Вот именно такие, что я среди ребят, а потом мы выходим на лед И это все прерывается вдоль, да Ты, разумеется, Жень, понимаешь, почему мы сейчас так долго обсуждали твою травму, твое восстановление Нас очень волнует будущее нашей национальной команды А ты ведь один из лидеров Давайте посмотрим видео с нарезкой твоих голов А, прокомментируешь? Ну, это был чемпионат мира в Риге, по-моему Это мы играли в Москве и забил скинами Как будто ты там совсем другой Другая прическа, может быть? Ну, волосы немножко были длинные Женя, а какой вот из всех голов, которые мы здесь видим, тебе больше всего нравится? Может быть, самый запоминающийся для тебя? Ну, наверное, первый, который показали, когда я так немножко перелетел через вратаря Конечно, такие голы редко бывают И получилось так со стороны, конечно, красиво, неожиданно Мы считаем, Жень, что на чемпионате мира в Братиславии тебя очень сильно не хватало Ой, ну тяжело, конечно, сказать, как не хватало Но ребята, я видел все игры, ребята старались И тяжело их в чем-то упрыгнуть Я не знаю, что они там не выложились полностью И я полностью на стороне ребят, команды Поэтому получился такой результат Значит, было это предрешено свыше 15 мая 2011 года на чемпионате мира по хоккею Сборная России не смогла обыграть чешскую команду в матче за третье место И впервые за 4 года осталась без медалей на этом турнире Спустя 11 дней главный тренер Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин были отправлены в отставку Тремя годами ранее под руководством этих специалистов наша команда впервые за 15 лет стала чемпионом мира Произошло это в 2008 году В финале были обыграны канадцы, выступавшие на родной земле Спустя год уже в Швейцарии сборная защитила свой титул Болельщики с нетерпением ждали Олимпийских игр в Ванкувере Надежды не оправдались 3-7 от канадцев в четвертьфинале Следующий чемпионат мира 2010 года принес нашим серебро Тандем продолжил работу Однако на мировом первенстве 2011 года сборная, как уже было сказано, вовсе осталась без медалей Такой результат был признан провальным Быков и Захаркин прекратили сотрудничество со сборной России Мне кажется, они сделали все, что могли Выиграли два чемпионата мира Сложно сказать, насколько решение об их отставке было правильным Но то, что она назревала, это однозначно Евгений Малкин Четвертое место, это вообще неудача? Ну, наверное, после двух победных чемпионатов И после того, как выиграли в Германии серебро Наверное, все-таки это был провал на чемпионате мира И многие это сказали, многие игроки признали Поэтому отставка, наверное, назревала Однозначно? Однозначно, наверное, ничего не бывает в нашей жизни Но это принималось руководителями нашей национальной сборной Которые встают во главе фетисов, третяг Поэтому это их решение Игроки выходят с любым тренером И находят общий язык с любым тренером Наше тело это работать И принимать то, что нам дают Я почему прицепила слово однозначно? Потому что это твоя цитата Мне тоже казалось, что нельзя так говорить Так, не знаю Это было прямое в эфире? Это печатное интервью Твой день, если я не ошибаюсь Однозначно, не мои слова Однозначно, не слова Евгения Малкина Аплодисменты затихли И сейчас прекрасная возможность перейти Кинуть такой мостик от отставки Быкова К назначению Билли Диновна На пост главного тренера сборной А у тебя был опыт общения с Билли Диновым? Вот какое впечатление он на тебя произвел? Не приходилось с ним общаться Не могу ничего сказать Но человек, который выиграл с Акбарсом много кубков Наверное, как специалист в первую очередь Наверное, с большой буквы У меня идет ломка Мне нужно перебороть себя Вопрос о моем назначении решался на уровне премьер-министра Отказаться в такой ситуации было нельзя Зина Тула Билли Динов Тебе не кажется, что эти слова звучат как-то неуверенно? Ну, тяжело сказать неуверенно или уверенно Потому что человек берет на себя очень ответственное сейчас дело Ответственный груз, который ему надо поставить на правильный путь И много, конечно, за и много против Но человек отказался от своей команды С которой он выигрывал все кубки Играли они на европейских чемпионатах И сейчас он отказался от этого ради сборной Наверное, это дорого стоит У нового главного тренера контракт, думаю, не нам тебе рассказывать Рассчитан до 2014 года То есть Сочинская Олимпиада На которой, понятное дело, и мы, и все Я думаю, здесь в зале ждем от, в частности, хоккейной сборной Только победы Вот ты уже можешь представить уровень накала Той шумихи, которая будет вокруг вас? Ну, я стараюсь просто не следить за этой шумихой За этим накалом Еще довольно много времени Еще три года Еще проведем 20 чемпионатов мира Поэтому сейчас даже не хочу никакие выводы, предположения делать Это будет все в будущем И не знаю, какое это будущее будет у нас всех Поэтому это ваше дело Делать накал, а наше мимо ушей пропускать Жень, через тернии к звездам Это же почти что твой путь отъезда в НХЛ Причем тернии были настолько острыми Знаешь, как во времена Могильного Который прорубал всем советским хоккеистам дорогу в НХЛ Вы опять вернулись к этому вопросу Завернут, а? Ну, я просто не хочу, наверное, сейчас об этом вспоминать И это было для меня тяжело Для моих родителей, может, для меня Это, не знаю, было некрасиво или было правильно Я сделал то, что сделал И я сейчас сижу здесь с вами в студии И, наверное, все у нас хорошо Да, и все ты сделал правильно Поддержите меня, если я сделал правильно Мы это точно считаем, что ты сделал правильно Мы смотрим громче всех Вы больше всех считаете, да? Весь год это самое Говорили, что отпускают Женю, все, он уже настроился А потом раз И решили еще, чтобы он год здесь поиграл Ну, Женю просто мечта была уехать в НХЛ И руководство команды знало Что он хочет уехать И было это все оговорено А потом получилось так, что вроде они переиграли В последний момент И он был к этому не готов Женя не хотел оставаться И когда вот к нам приехали они домой Вот Величкин, там Куприянов И стали вот до двух часов нас здесь уговаривали Уговаривали И просто вот другого не было уже Вот сил просто И Женя подписал контракт А потом, когда они уехали И Женя СМС скинул этому Куприянову Заместителю от Величкина Говорит, вы во мне убили мечту Вот просто он всю ночь проплакал Ну, а потом, видно, они это решили Что надо как-то действовать Он для нас это скрыл И нам ничего не рассказывал Мы не знали Я тут, конечно, аж плакала Ну, все хорошо, что хорошо кончается Нам нужно обыкнуть метод Потому что мы не ожидали такой реакции Жень, все-все-все позади Мечты должны сбываться Не надо больше расстраиваться на эту тему Жень, я не понимаю, почему ты сейчас так остро реагировал на эти интервью Видно было, что тебе больно Ведь ты уехал в НХЛ за своей детской мечтой Как тебе, может быть, стыдно от этого? Ты все сделал правильно? Ну, вот, наверное, слова отца, наверное, который сказал, что были и хорошие мнения обо мне Были плохие и тяжело, конечно, иногда воспринимать там Нам, не знаю, какие-то знакомые, которые там за спиной говорят Как бы, ты предатель или ты там покинул родину Это было тяжело воспринимать, наверное И сейчас, может, как-то затронуло за живое место вот эти слова, воспоминания Поэтому расчувствовался немножко Но ведь, согласись, именно так, в общем-то, и проверяются друзья и люди в окружении Потому что ты человек публичной профессии Если начинают нехорошие вещи, там, твои знакомые говорить о тебе, то это только их проблемы Не, ну, я не говорил про моих друзей Мы с ними в хороших отношениях остались Продолжаем общение Я сказал про знакомых, которые там говорили за моей спиной И никогда никто ко мне не подходил и не говорил прямо в глаза Не знаю, боялись или нет Но такие были мнения Я, наверное, просто эмоциональный человек Который воспринимает любую критику в свой адрес И, не знаю, наверное, остро на нее реагирует Жень, но ведь именно так, через боль, через обиды добиваются люди своей мечты Ну, наверное, вы правильно сказали И так добиваются И мы выиграли Кубок Сэнли через три года И это самое главное И я сделал своих родителей, может, счастливыми, себя им в некоторой степени Поэтому моя мечта осуществилась И я считаю, что я сделал правильно У нас хорошая команда И это самое главное У нас дружный коллектив У нас хороший генеральный менеджер Марио Лемье, который всегда придет, тоже поддержит в раздевалке Поможет, подскажет И я рад, что я играю в этой команде Марио Лемье для тебя кумир? Я думаю, он не только для меня кумир А вот когда ты первый раз его увидел Я не знаю, может быть, автограф у него попросил Или, ну, какой-то трепет испытал Честно, я офигел Не, ну, это в хорошем Нет, честно, это в хорошем смысле слова И я офигел не от того, что его Марио Лемье Конечно, я был к этому как-то готов Я знал, что я его вижу И когда я прилетел, он меня пригласил к себе на ужин Я просто удивился, каких он габаритов Он выше меня, он здоровее меня И, честно, я так не ожидал Я думал, он намного меньше А когда увидел, он мне подарил пару пиджаков на первое время Потому что там у меня особо даже не было пиджаков А по правилам там надо было приезжать на игру в костюмах На официальные игры И когда я одел, он просто на мне висел Марио Лемье 1 метр 94 сантиметра Евгений Малкин 1 метр 92 сантиметра Марио Лемье 107 килограмм Евгений Малкин 87 килограмм Каждый говорит о том, какой ты классный, какой ты добрый И незазнавшийся парень Как ты, ты же звезда НХЛ За твоей машиной бегают толпы людей, чтобы взять автограф Там, в Америке Как ты остался таким? Потому что мы это здесь чувствуем И вот твои слезы, это показатель тебя как человека Я плакал, что ли? Ну, наверное, вы видели мои родители И, наверное, я все-таки пошел по стопам своих родителей Они у меня очень добрые, отзывчивые Наверное, правильно меня воспитали Я думаю, все мы зависим от своих родителей И воспитание самое главное Поэтому спасибо им большое Магнитогорский металлург заставляет тебя подписывать контракт Вот я не понимаю, Жень, кто заставил? Как? Разве это возможно? Ну, тяжело сказать, что они заставили Но было постоянное давление, постоянное общение И я приезжал, также общался с Виктором Филипповичем Рашниковым Который президент команды Ну, наверное, тяжеловато общаться с такими людьми Которые магнаты, миллионеры, миллиардеры И которые президент клуба И такому человеку сказать нет Тоже, наверное, надо набраться смелости Но в тот момент я все-таки набрался и сказал нет Ну, и после этого опять началось новое давление Не было, конечно, никаких угроз Не было никаких там махинаций Но было давление именно на родителей и на меня Что постоянно были встречи, каждый день приезжали к нам домой Я ездил разговаривать с президентами И с руководителями команды И, наверное, это немножко было неправильно С их стороны, что каждый день это было тяжело А правда, что команда удерживала твой паспорт? Ну, в принципе, наверное, нет, что удерживал Он просто был в их руках А просто не отдавали? Ну, просто, наверное, я и не просил Я понимал, что мне не дадут И меня уже планировали повезти в Финляндию Был турнир, поэтому готовили визу И, в принципе, я даже и не пытался его как-то себе взять Потом ты, получается, уехал из Финляндии Поравил чуть ли там несколько дней в конспиративной квартире И уже оттуда тебя агент мог, да, как бы перебросить в Штаты, так? Да, это целое кино можно снимать Да, вот мы поэтому... Это прям приключенческий триллер на самом деле Да, неплохой бы фильм снял по этому сценарию Не, ну, в принципе, да Я прилетел в Финляндию И меня встретили тогда мой агент, J.P. Берри встретил И мы с ним с аэропорта поехали в гостиницу Я просто отдал ему паспорт И он уже по своим каналам делал мне американскую визу Просто это заняло 3-4 дня для оформления документов И после этого улетел я в Америку Шампанское доводилось пить В джакузи, в раздевалке Эй, 200 баксов должен, когда отдашь? Не, не, не Поэтому я и сейчас и не летаю в Магнитогор Долго, долго, долго Сейчас Евгений Малкин – это лицо Питтсбург-пингвинс для российских болельщиков Футбольная атрибутика справа, футбольная атрибутика слева А в середине фанаты пингвинов Место совсем не хоккейное В этом баре чаще всего собираются фанаты футбольного Спартака Но этот вечер особенный Помещение заполняют сплошь Малкины Этот сюжет мы снимали до того, как телеканал «Россия-2» приобрел права на показ Национальной хоккейной лиги Поэтому пришлось искать трансляцию в интернете Я простой болельщик Питтсбург-пингвинс И хочу посмотреть матч любимой команды Как мне это сделать? Национальная хоккейная лига заботится о своих болельщиках Поэтому предлагаю такой сервис Просмотр матча через интернет Вооружившись кружками с пивом Группа поддержки выкрикивает фразу типа Давай, женос, покажи всем Так Евгению Малкину желают провести удачную игру Болеть за команду, в которой есть наш игрок, он там на первых ролях Это очень большая разница с тем, что болеть за ту, в которой нет российского игрока Пятница, 4 часа утра Первый вопрос, который появляется в голове, когда смотришь на весь этот процесс боления Кто все эти люди? Ой, офисные работники, предприниматели Не знаю, там, клерки Офисные работники, предприниматели, в общем, ярые фанаты пингвинов не зря собрались Все завершилось логично Малкин забил Питтсбург выиграл Евгений Малкин, первый российский хоккеист, обладатель Консмайт Трофи А этот приз вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ Обладатель Колдер Трофи, как лучший новичок сезона, а также Атрос Трофи, как лучший бомбардир Участник матча всех звезд НХЛ в 2008 и 2009 году Но самое главное, Жень, мы оставили напоследок Внимание, обладатель Кубка Стэнли 2008-2009 у нас в студии Евгений Малкин, центр-форвард Питтбург Пингвинс Немножко даже обидно, Жень, что за океаном твоя карьера пока складывается немного более удачно, чем здесь, в национальной сборной Ну, вы правильно подметили, но я надеюсь, все впереди И еще сыграю в Сочи на Олимпиаде и на чемпионатах мира, надеюсь, побываю Поэтому я, опять же, смотрю все позитивно в будущее и все будет хорошо На меня не отпускает мысль о Кубке Стэнли Каково это, каково быть его, во-первых, обладателем Какой он вообще, возможно, там вот Он огромный кайф Как вот его вот можно обхватить Я думаю, его все обхватывали, я в том числе Но быть обладателем, это очень круто, конечно Сбылась моя мечта, и мы выиграли Кубок Стэнли У нас была замечательная команда И Сидник Ротби сделала большой вклад в эту победу Ну, всех игроков сейчас тяжело перечислить Но мы сделали отличный шаг вперед Когда не смогли, чуть-чуть проиграли Детройту в предыдущем сезоне, в финале И после этого мы сделали огромный шаг вперед и выиграли Кубок Стэнли Это достойно аплодисментов Жень, а что приятнее, пить шампанское из трофея или надевать чемпионский перстень? Ну, наверное, пить шампанское, потому что это происходит уже прямо после победы И тебя не захватывают эмоции А перстень выдают там уже потом Мы не зря спросили тебя и про Кубок Стэнли, и про перстень, потому что мы знаем, что твоим родителям понравилось и то и другое Мне тоже Дом родителей Евгения Малкина больше похож на музей Музей, посвященный их сыну Какой-нибудь пиццбургский фанат многое бы отдал, чтобы здесь побывать Клюшка за сотый гол в НХЛ Медали с чемпионатов мира Памятные шайбы Многочисленные детские призы Хрустальный Кубок Стэнли Евгений смотрит с фотографий С портретов И даже с гранитной мозаики Венчает коллекцию поистине великолепное украшение Перстень победителю Кубка Стэнли Причем специально для отца сделана его уменьшенная копия Специально для матери подвеска Ну а вот так выглядит оригинал Огромный, усыпанный бриллиантами Именной перстень Евгения Малкина И если его материальная стоимость поддается исчислению То победа, которую он олицетворяет, бесценна Сколько там карат? Я не знаю Не интересовался? Нет, там выдавали, конечно, документы И там было написано, ну, по-моему, там 3 или 4 даже карата Ну это, Катя, явно посерьезнее, чем наша Да, так что вам есть кем устремиться Жень, ну мы-то читали, что ты держишь чемпионский перстень в Питтсбурге, в сейфе Ну вот он, Магнитогорский, ты что, заметаешь следы? Это что-то для меня даже неожиданно было Когда я узнал, что просто родители были в Америке И они улетели после меня И, наверное, мама забрала с собой перстень И привезла магнитку Честно, я сам, это, честно, для меня было неожиданно Поэтому я скоро пойду магнитку и заберу маму Ну мы рады, что устроили тебе такой сюрприз Что-то мы знаем о Жене больше, чем Женя знает о себе Фактически вся семья в украшениях, да, скупка Стэнли Вот такой подход, такое отношение к близким Оно подкупает в НХЛ? Ну, наверное, подкупает, да И, в первую очередь, это я бросается в глаза Как люди относятся к своим женам Как люди относятся к своим матерям И проводят семейные праздники вместе Поэтому это большой урок И люди воспитываются на этом Ну, разве до этого ты хуже относился к родителям? Ну, наверное, когда мы, я не знаю, когда мы взрослеем Мы все начинаем забывать своих родителей И у нас переходный возраст, этот самый тяжелый Происходит, особенно, наверное, не знаю, мальчиков Которые там начинают уже увлекаться другими вещами Девочки Кровушки подмигают И поэтому, наверное, это все-таки сказывалось И тем более было большое расстояние Наверное, это тоже сказывалось И как-то забывал родитель, наверное, хотелось как-то побыть одному И уже, не знаю, полностью отойти от родителя От их опеки И поэтому, когда я увидел, как там по-другому все Как родители приглашают там отцов или матерей Было у нас такое мероприятие, что их приглашали в команду Они ездили с нами по городам Именно бывали в раздевалке Бывали в гостиницах Это было очень интересно Такое отношение меня очень сильно удивило Ты постоянно, отвечая на вопрос, говоришь Первое, вот эта арена хороша, потому что там раздевалка большая Неужели это так важно? Когда все условия в раздевалке Тебе приятнее, комфортнее восстанавливается Ты быстрее восстанавливаешь Это у тебя, я не знаю, есть джакузи Да ладно, в раздевалках есть джакузи? Я скажу, не одна Именно в раздевалке Питтсбурга? Не, я уже есть во всех, наверное, стадионах Есть и сауна, и бассейны маленькие Поэтому это все идет от раздевалки и восстановления И также ребята приходят Как себе домой, можно сказать Шампанское доводилось пить в джакузи? Не, не, не приходилось, потому что мы выиграли в Детроте И мы выиграли на их стадионе А в гостевой раздевалке таких не предусмотрено Таких уютных раздевалок В раздевалке команды, где вот раковины Где обычно бреются хоккеисты И рядом большой стенд с бритвами И под бритвами номера игроков Плюс генеральный менеджер, весь стаф То есть это большой планшет с номерами У каждого своя персональная бритва То есть вот эта команда вся может прийти туда И побриться вне зависимости от того Игрок ты или генеральный менеджер, или тренер В НХЛ очень много среди спортивных журналистов девушек И поэтому они тоже частые гости ваших раздевалок Не прочь зайти в раздевалку Да, да, и это... Что, Женя? А поставил тупик мой вопрос сейчас Евгения Малкина Мне вот что интересно Случайно не излишнее ли внимание прессы Заставило тебя восполнить пробелы в твоем образовании? Нашлись люди, которые подсказали Что хоккей это не самое главное в жизни Надо быть образованным Читать, заниматься своей речью В прошлом году занимался с учителями Дисциплиной речь-правописание Евгений Малкин Ну это в принципе было все, да И это правда, и я этого не скрываю Но это в первую очередь это тоже идет от самого себя Когда ты занимаешься с пяти лет хоккеем И это много времени отнимает И школа это была, конечно, на десятом плане Поэтому многое упустил, многое не дополучил И об этом жалею, конечно Но я опять же выбрал свой путь и хоккей Он мне многое принес в жизни, помог Поэтому сейчас как-то на втором плане Вот уже догоняем, наверное, свое среднее образование Которое я так с трудом получил Кто эти люди? Кто тебе подсказал? Ну кто эти люди? Это все мои друзья и тот же Таш и Сергей Гончаров А ты чувствуешь, что сейчас твои навыки В ведении беседы как-то улучшились? Я не знаю, может быть тебе даже стало как-то легче давать интервью? Ну, наверное, да Я раньше, наверное, в первую очередь Я был более скромный Нет, наверное, неправильно Более стеснительный, наверное, был И я немножко стеснялся камер Но приехав в Америку Там, когда в 10 раз больше было этих камер И, наверное, все-таки это приходит с возрастом И приходит с работой И уже просто как-то перестал на это обращать внимание Наверное, все-таки Америка в этом плане Поменяла мировоззрение Именно на отношение пресси На отношение к камерам Передачам каким-то Поэтому стал более, наверное, общительнее И более открытый Жень, так или иначе Сейчас у тебя есть возможность сравнить вопросы профессиональных журналистов С вопросами непрофессиональных журналистов У нас есть вопросы от твоего первого тренера От твоих родителей От Таши Саркисиана И от твоих друзей Максима и Филиппа Мне выбрать любой... Любые два Любые два Вау Отвечаю на все Женя, выиграем ли мы Олимпиаду в 2014 году? О, мама, я! Хотелось бы очень Это не мы спросили, это твоя мама спросила Ну, маме я могу пообещать, что выиграем Жень, 200 баксов должен, когда отдашь? Поэтому я сейчас и не летаю в магнитогорске Должен, должен Нет, это реальный вопрос Просто, если честно, я стараюсь всегда сразу давать И не знаю, что это был за вопрос Но если должен, отдам, конечно Расскажи про вашу дружбу с этим человеком Как его зовут, чем он занимается? Мне кажется, это Максим Реальный ли он пацан? Нет, он очень хороший И... Можно сказать, он мент Он работает в ГАИ, поэтому... Ну, так же и познакомлюсь через общих друзей Через моего другого друга Женя Конобрия, поэтому... Магнитогорске не такой большой гор, поэтому все друг друга знают А он когда-нибудь помогал тебе, я не знаю, например, тебя от каких-то штрафов отмазывать? Что-нибудь такое? Ну, честно, только ему и звоню И помогал права делать, конечно И не без этого было Жень, мне кажется, что наши вопросы, да, не такие провокционные, как вопросы твоих друзей Ну, не говорите, да Ну, мы, по крайней мере, денег пока с тебя не требуем А ты, так получается, на ТВ-шоу только к девушкам ходишь, да? А кому ходить? Мы все знаем, что когда у тебя был какой-то, ну, небольшой конфликт с Овечкиным То пресса старалась его подогревать Вот ты это заметил или нет? Искусственно подогревать Ничего такого особенного там не было И это все, конечно, разогрело пресса, не из ничего А в чем там было дело? На дискотеке там была какая-то потасовка И просто, не знаю, не поделили Чего уже, не помню Не было такой несерьезной драки Была просто какая-то перепалка Там не было никаких там Серьезных калечений друг друга И кто-то это заметил, кто-то это заснял И от этого все пошло А кто вас помирил и как вы помирились? Я думаю, мы помирились сами, потому что мы взрослые люди И мы когда приехали на... У нас не было конфликта, чтобы нам как-то было мириться Мы это опять же раздули все пресса И нам надо было сказать на прессу, на камеру, что мы друзья Хотя мы без этого знали, что мы друзья Из тех российских игроков, которые сегодня играют в НХЛ Кого бы вы назвали самым сильным и успешным? Малкина Он по всем параметрам сильнейший Возьмите его Питтсбург Он ведь вытащил эту команду на лидирующие позиции Александр Овечкин Приятно слышать такое? Конечно, приятно Спасибо ему большое, конечно, за такие слова Я думаю, враг такого не скажет Поэтому это еще одно подтверждение, что мы общаемся и мы друзья Если вы выбираете для себя пример для подражания Жене будет идеальный вариант Потому что помимо волшебных способностей Которые его наделила матушка природа И подарили родители Он еще себя ведет очень правильно И как человек он очень удачный Трудолюбивый, честный Весь в игре Он приезжает сюда, он и здесь тренируется И сейчас в Москве тренируется Везде одни тренировки Ну, молодец такой Сыграли мы чемпионат мира в Вене Был, по-моему, 2006 год или 2007 год Вот там играли вместе И, конечно, сразу видно, что парень очень талантливый Это, наверное, один из немногих хоккеистов Которые вообще не только, наверное, в российском хоккее Но и вообще в мировом хоккее Которые могут в одиночку даже где-то решить исход матча После проигрыша он плакал практически до 14 лет Он всегда старается что-то новое Книг много очень читает Старается очень много развиваться Произвел впечатление, знаете, очень Очень умного, рассудительного, интеллигентного парня Скромного А что было для меня большим откровением Очень такой настоящий человек И хотел бы пожелать ему просто удачи Иду, поворачиваю голову Женя идет на костылях Мало того Ну, я думал так, он пришел поболеть Смотрю, он играет в волейбол На костылях Женя играет и футбол на костылях Это надо видеть Шагает, подкнул, открылся, опять получил Пацаны играют с ними Великолепно просто Это надо видеть Женя, а ты в детстве плакал после поражений? Было дело Но мы видели, что было дело Правда, что до 14 лет? Я уже, честно, не помню Тренеру моему виднее Поэтому, наверное, не до 14 Хотя бы до 13 Ну, это существенная разница Ну да, до 13 лет А сейчас было такое, чтобы ты плакал после поражения? Ну, нет, сейчас, конечно, нет Сейчас уже понимаю, что поражение – это не конец света И будут победы В одном интервью твоем мы прочитали, что кроме хоккея Твой любимый вид спорта – это настольный теннис Ты по-прежнему так силен в нем? Потому что там ты рассказываешь, что ты чуть ли не всю команду обыгрываешь Ну, мне это импонирует, этот вид спорта Поэтому я пытаюсь иногда играть, когда приезжают друзья Но среди друзей соперников нет А давай сейчас поиграем тоже? С кем? С кем? С кем? За все нас не уважают Как это с кем? Давай? Давай 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 Ты когда-нибудь играл в такой настольный теннис? Нет, в такой точно никогда не играл Почувствуй себя Форест Гампом, потому что именно эта картина нас натолкнула Только ты мне поддавайте Не поддаваться? Поддавайте А Ой, слушай, как в теннисе Оп! Это называется первым Опросил поддаваться Первым линкомом Давайте Давайте начнешь Давай Давно? Когда последний раз сыграл? Оп! 2-0 Это мы разминаемся Маша, не надо так уж откровенно поддаваться Я знаю, ты можешь Оп! 2-1 До скольки играем? Играем до 11 Я не попала сейчас 3-1 Спасибо Держи Твоя подача Сетка Предательская сетка 4-1 До 11 играем? Да, 1 Да нет, давайте Мне это все время смущает До 100 играем Слушай, а ты прекрасно так считаешь? Как у тебя с математикой в школе была? А Я сейчас Смотри Видишь я так, да? Да, да Ты меня не отвлекаешь Вы вдвоем против меня играете Подача у меня сегодня не идет Я просто не понимаю Мячик, он должен стучать об эту и потом об эту? Или при подаче он сразу должен? При подаче должен Стучать раз и два А, все, теперь я поняла Про математику расскажи С математикой, ну, более-менее Более-менее? 5-2 Мне уже говорят, соберись Соберись тряпка 5-3 Соберись тряпка Ты как-то считаешь неправильно, мне кажется Вот у нее с математикой Мне кажется, я правильно считаю Давай, твои подачи Да Так, сейчас надо собрать А, вот Ой Опять, а? Какой счет? А, 6-3 Мне кажется, самое прикольное Это за мячиками, да? Да, главное не упасть Прыгать Прыгать за мячиками Ай Мне уже страшно, мне кажется Уже 7 Это я тебе поддалась сейчас Я могла достать этот мяч Да, это легкий был мяч Давай Это я попробую Ой Надо было с тобой передачи Так, играть и разговаривать Да, веселее было, да? Так что, ты действительно Всех своих партнеров По Питтсбургу Обыгрываешь В Питтсбург? Ну, нет Со всеми мы не играли У нас один раз был стол В раздевалке Там, на тренировочном катке И мы, в принципе, играли Ну, довольно все ребята Играют Настольный теннис Хорошо Мне кажется, большой теннис Уже здесь начинается Я уже подаю себе Скажи мне, пожалуйста Надо Динару звать Она будет лучше играть А нормальный в этот Нет, с ней мы собираемся Ракетки ломать Ломать? А в чём голову? 8-3 А-а 9-3 А, нет А, всё, нормально Ну, ладно То, что я проиграла Если я проиграю Всё-таки То, что я проиграю В настольный теннис Евгений Малкин Я переживаю Не боюсь Сдаётся уже Слушай, а твой Первый тренер сказал Что ты игровик Какие ещё виды спорта Ты хорошо играешь? Вот кроме настольного тенниса Я не скажу, что я хорошо Настольный теннис На своём уровне, я считаю Ну, посмотрите С Машкина, согласитесь Ну, да Сейчас был переломный момент В нашей игре Опять она меня отвлекает 9-4 Катюш, так держает У неё хорошо получается Я стараюсь Оп, классно сейчас Сырь такой Ну что, кому мы зачитаем? Тебе, тебе 9-5 Класс А вот я Ой А вот ты проиграла почти Да, это правда Вот я бы Какое бы место Заняла бы Если бы мы участвовали Такой В корпоративном турнире Питтсбурга По настольному теннису Ты была бы На вершине Я не буду это комментировать Всё? Победой Спасибо, это Хорошо играет Хорошо, молодец Хорошо поддавалась Кстати, мне понравилась такая игра Одно хобби мы с тобой, Женя Уже только что обсудили Даже поиграли Ты, в общем, с Машкой разделался Но мы поддавались Кстати, это напоминает не охоту Разделался вот эти твои словечки Да Меткость Меткость глаза Силы рук Охота Вот расскажи про это Твое увлечение Ну, это так же Меня позвали друзья Два года назад На охоту Была хорошая погода Мы делали шашлыки Поохотились Постреляли по уткам В принципе, была Просто веселая компания Знаешь как Муж пошел на рыбалку Возвращается А рыба-то где? Да? Вот из этой серии Не, я привозил уток Поэтому С мамой Пожарила Готовила Вот это Жеин Первый трофей Он нас очень Увлекается охотой И рыбалкой И вот это его Первый трофей Как раз Ему эту косулю Сделали Когда он выиграл Кубок Стэнли Ему прям там На вечере Преподнесли его чучело Женя Не жалко тебе Эту косулю Такой сильный мужчина И такое беззащитное животное Не Ну, честно Если мы просто Для удовольствия Там, не знаю Стреляли Но мы Тут же готовим их И Съедаем Как говорится Ну Мы не убиваем Девушек Только взглядом Да, животных Только Мужского пола Поэтому В принципе Мы такие гуманные А как это понять На дальнем расстоянии И зарослей Ну, по рогам Мы же знаем Что ты очень любишь Животных на самом деле Я люблю У меня есть кошка В Америке Собака Собака В Магнитогорске Я люблю животных А это правда Что именно из-за собачки Которая живет В Магнитогорске Родители не могут У тебя переехать Собачка? Катюш, ты сейчас увидишь Эту собачку Не, они ее отдают И поэтому приезжают И уже сейчас полегче Я имею в виду на ПМЖ Да, это тяжеловато Да, это тяжеловато Ну, вот думаем Уже перевести собаку В Америку Поэтому Такую собаку Тяжело перевести Но будем думать Как-то Может справимся Ой, мама Раньше скучал Сейчас как-то уже поменьше Просто, может, забываешь И как-то раньше Когда он маленький был Бегал, гулял с ним А сейчас уже Другое время провождения И пойти с ним погулять Уже не так интересно Сейчас я еще одно увлечение Назову Мне кажется У тебя сейчас будут глаза Просто по 8 копеек Это готовка, Жень Нет Мы свято верим Что ты любишь готовить Ну, когда-то приходилось Когда я был один в доме И, конечно, приходилось Там как-то Успевать завтрак Заготовить себе Или там Какой-никакой обед Но Это не мое И это мне не нравится Не доставляет Удовый совет So let's start What we're gonna do is Russian pierogies Russian pierogies Это пироги, правильно я понимаю? Ну, это было название пироги Но пирогов, к сожалению, не получилось Но это можно было съесть вообще? Не, мы ели, честно Потом там даже приходили Пару ребят из команды Пили чай так же И говорили, что очень вкусно Но я попробовал Немножко зажаристые А ты так получается На ТВ-шоу только к девушкам ходишь, да? А кому ходишь? Рюжа не сказал Плей-офф был И он забил хит-трик И у него спросили Ну, откуда у тебя столько сил? А мы тогда уже в Питтсбурге были И Жене спросили Он говорит Мама, потому что борщ хороший варит Вот у меня сил много На следующий день уже все Что за борщ? Из чего сделан? Давайте рецепт И уже задолбали меня Да, и сейчас в ресторане Там взяли из интернета Состав борща, но неправильный И варит в какой-то ресторане борщ А ты пробовал этот неправильный борщ? Нет, не пробовал Поэтому я только ем правильный Поэтому Женя сбывает хит-трик Потому что он не пробовал неправильные борщи Сейчас опять у нас в программе возникнет Твой друг Таша Саркисян Который расскажет еще одно Он нам уже надоел Надоел, да? Вот нам тоже уже так кажется У нас про меня передача или про него? Ну, обещаем, что это будет последняя история Вырезаем его, да? Последняя история в этой программе Рассказанная Таше Из-за меня Женька чуть не опоздал На утреннюю тренировку Потому что он мне обещал, что он свозит меня туда Чтобы я посмотрел Но это особая, да, тема Предматчевая утренняя тренировка 50-60 журналистов утром на тренировке Это обычные обстоятельства Но дело в том, что я очень люблю Утренние мероприятия по приему душа И занимает это у меня Это все очень долгое время Из-за меня вот Только благодаря весьма довольно-таки Продвинутым способностям Жени Ездить по американским дорогам И благо не было серьезных пробок Мы успели на утреннюю тренировку И не опоздали И здесь тихо не ездил, если честно Здесь не ездил? Да, Женя такой спортивный Что в хоккее, что за рулем Его на улице узнают и не штрафуют, наверное, да? Да, его узнают и меры к нему не принимаются Какой русский не любит быстрой езды? У тебя как-то такие штуки говорили в Америке? Честно, была даже история одна Вот последняя, когда перед отъездом в Россию Меня остановили за превышение скорости И даже вызвали в суд Была такая история, да Но судья мне сказал, что это в последний раз У тебя уже много штрафов было У меня было довольно 5-6 штрафов до этого за скорость Но я не могу, честно, ездить со скоростью 25 миль Это, не знаю, 40 км в час Полчаса Это очень тяжело, поэтому я прибавляю И полиция там держит ухо в строю И всегда останавливает Женя, а ты под шансончик гоняешь? Нет, я слышал, что мама говорит, что я люблю шансон Я люблю любую музыку Поэтому для меня музыка это любая И шансон, и попса какая-то И, не знаю, клубная музыка Поэтому на шансоне я только не останавливаюсь А что сейчас больше всего слушаешь? Сейчас тяжело сказать Ну, ходим в клубы с друзьями Там клубную в основном музыку Вот так я в машине когда езжу Я слушаю только радиус, шутки разные А так дисков никаких с собой не вожу Поэтому тяжело даже сказать А расскажи, пожалуйста, какую-нибудь шутку Которую вы услышали сегодня по дороге сюда Шутку, которую мы услышали и долго смеялись Что мы едем к вам на передачу Нет, нет, это уже шутка Это уже шутка, да Нет, была шутка, что Гена сказала Что будет вести две девушки Это была шутка, потому что я думал, как девушки разбираются в хоккее И теперь ты понимаешь, что это реально? Да, честно, меня удивило У вас хорошая способность О, спасибо большое У нас сегодня в гостях был Евгений Малкин Обладатель кубка Стэнли Все наши зрители и телезрители смогли убедиться в том Какой-то прекрасный хоккеист И еще и в том, какой-то прекрасный собеседник Я хочу, чтобы все деньги действительно заработали Я хочу, чтобы все деньги и действительно заработали Они остались в России в виде помощи нашим детям И чтобы у них была возможность быть лучше Быть чуть-чуть, может быть, счастливее Тихо, тихо Давайте еще раз Куда я попал? Спасибо большое всем Спасибо, что поддерживали меня Пришли поболеть, послушать меня Спасибо вам, зрителям И очаровательным девушкам, которые Сидели здесь и так быстро ушли Испугались меня, наверное Очень было все интересно И надеюсь, будете приглашать меня еще раз Спасибо всем Аплодисменты